Мы сейчас живем в такой ситуации, когда внутри постоянно страх, незащищенность, пустота. И не видишь абсолютно будущего, которое у нас впереди. Вообще не знаешь, что будет завтра. Когда начинаются обстрелы, и у нас было сейчас, когда сильно это стало, у нас в коридоре лежит мягкий диванчик, на котором мы пережидаем все это. То есть у нас это как постоянное место обитания. В последние дни, так вообще это каждый вечер. Младший ребенок очень боится взрывов. Мы сразу выбегали в коридор, прятались. Самый сложный момент – это принять решение и осознать, что действительно это началась война, потому что не верилось. Так как дом находится в 50 метрах от завода, и там был прилет, самолет упал там. Было очень громко и страшно. Это было таким уже последним звоночком, когда мы собрали вещи, и нужно было куда-то уезжать. Вот это было самое сложное и страшное, потому что все равно ты едешь под обстрелами. И ты не знаешь, ты доедешь или не доедешь. Внук у меня с особыми потребностями, поэтому мы его очень оберегали в первое время. Ну и сейчас оберегаем, а в первое время вообще особенно. Когда были взрывы, все бежали в мое убежище, я одевала на ночь ночную рубашку и ложилась с ним спать. Хотя было очень страшно, я боялась, чтобы вообще не проснемся. Но чтобы не показать ему этого страха, чтобы он не ощущал этого страха, я делала вид, чтобы вот ничего не произошло. Записалась на программу, потому что хочу понимать, как самой вести себя, как помочь ребенку в стрессовой ситуации. Потому что иногда не знаешь, как себя вести. Как себе помочь и как ребенку он на тебя смотрит и просит от тебя помощи. Нужно понимать, как его помочь. Я пришла на этот проект для того, чтобы научиться помогать своему ребенку, да и себе, вот в условиях войны. Очень тяжело иногда справляться с эмоциями, скажем так, не показывать какой-то свой страх, свои волнения для того, чтобы не передавать это своему ребенку. Потому что от того, как реагирует мама на окружающие обстоятельства, точно так же будет реагировать ребенок. Я еще как-то более-менее справляюсь психологически, а вот детям все-таки тяжело. То есть нет общения полноценного. Опять же, по безопасности всегда как бы переживаешь эти сирены. Ну вот, помочь детям. Может, где-то я не дотягиваю. Почему мы записали на эту программу? Потому что у ребенка все равно нервная система как бы не в том состоянии, в котором была до войны. она стала более скрытной, более замкнутой. И какая-то вот, ну... Я понимала, что надо что-то с этим делать. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы в экопарке в долине Альпак. Для того, чтобы пообщаться с природой, чувствуется даже какое-то такое моральное облегчение. Глядя на своих детей, я увидела, что они стали более спокойные, уравновешенные. Для меня это как качественное путешествие, лично для меня. То есть у меня расширился очень сильно кругозор. Снялись какие-то блоки, о которых я даже не подозревала. Изменяется мироощущение на все 100%. Война настораживает детей, они немножко становятся замкнутыми. Сейчас ребенок раскрепощается. Общение с природой, тактильные ощущения, вот с альпаками вносят тоже свои коррективы. Настроение поднимается. Ну, в принципе, очень такой позитивный настрой. На сегодняшний день очень тяжело осознать, что это последнее занятие. Почему? Потому что очень приятная атмосфера. И хотелось бы еще вернуться, и хотелось бы, чтобы чуть дольше продолжались наши занятия с нашей группой, с нашими профессиональными руководителями. Я думаю, что нам это нужно было. Это такая перезагрузка произошла. Все-таки как-то стали глубже в себя смотреть и слышать. За время занятий научились как-то коммуницировать более легкими какими-то способами. Появились новые знакомства, новое общение, как с тренерами, так и с участниками группы. У ребенка появились еще друзья. Понимаете, мы сейчас все живем в посттравматическом таком состоянии, когда мы часто поддаемся депрессивным каким-то явлениям, стрессам. И данные занятия помогли эти все проявления снизить или вообще убрать. Нас научили методикам, которые позволяют расслабиться, успокоиться и наслаждаться сегодняшним днем. Мне после этого проекта как открылись глаза. Я как вернулась назад в такое состояние, что как будто это нет войны. Она ушла, она где-то есть, но она есть уже в стороне, уже не внутри меня. Уже нет таких страхов, появились надежды на будущее. Хочется о чем-то уже, что-то планировать, о чем-то мечтать. Такое ощущение, что мир стал шире, намного шире. Позитивный, невероятный. Он присутствовал, но был подавлен, а сейчас он снова возродился. Я бы хотела еще больше занятий таких, но мне очень грустно, что они закончились. Ведь я хотела еще больше. Не очень хочется уходить отсюда, хочется перемотать время назад, чтобы все было заново. У меня чудесные ощущения, мне очень понравилось то, что я была здесь. Самое главное то, что это не дни, которые здесь ты пробыл, а чувства, которые остались от этих занятий. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok